Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Я Сергей Мавродя, бывший руководитель МММ. Обращаюсь к вам как к лидеру нации, руководителю партии Единой России, с просьбой оградить меня от совершенно недопустимых высказываний, которые позволяют мой адрес, члены вашей партии. В частности, Татьяна Яковлева, первый зам главы фракции Единой России, Валерий Рязанский, первый зам руководителя фракции Единой России, уже публично назвали аферой ту систему, которую я сейчас пытаюсь строить МММ-2011. Но, Владимир Владимирович, не было еще никакого следствия, разбирательства, судебного, по-моему, пока не было его аферой называть предприятие нельзя. Любые начинания надо сначала доказать вообще. Все вообще депутаты, вся фракция Единой России заявила, что они меня остановят. Что они остановят? Еще же ничего не доказано, что это мошенничество. Что они остановят-то вообще? Может быть, сначала все-таки надо доказывать, а потом останавливать, а не наоборот, как у нас принято. Но более всего меня поразило высказывание членок, руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Павла Медведева, который публично заявил, что собирается повлиять на генпрокуратуру. Повлиять на генпрокуратуру. Это заявляет официальное лицо высочайшего уровня, публично. Он не понимает все, что говорит. Далее вообще тоже публично заявляет, совершенно открыто. Статья прокуратуры найдет статью для Мавроди в уголовном кодексе, вне зависимости ни от чего. В уголовном кодексе статья найдется уже просто потому, что такая статья нашла в значительно менее аккуратном уголовном кодексе, который действовал в 90-е годы прошлого века. Владимир Владимирович, мы в каком государстве живем? Это вообще совместимо с правовым государством? Такого рода высказываем. Я не понимаю, как такие люди находятся во власти. Их не только в государственную думу, их вообще, по-моему, близко пропускать нельзя. Владимир Владимирович, я знаю, это все знают, что вы раньше работали в органах, и поэтому всю эту терминологию прекрасно знаете. Поэтому я скажу, вы меня поймете. Вот вы скажите им, чтобы они впредь фильтровали базар и следили за метлой. Так скажем. Ну, в общем, я надеюсь, вы разберетесь с происходящим, потому что происходящее наносит ущерб имиджу партии Единой России, Госдумы. И, мне кажется, вашему лично, Владимиру Владимировичу, я надеюсь на понимание и что вы вникнет в ситуацию. Единственное, что я прошу, чтобы со мной обращались как с обычным гражданином. Если я виноват, если выяснится, что я действительно виновен, что-то нарушаю, хотя мне не надо в мыслях ничего нарушать, но, тем не менее, если выяснится, то, конечно же, как положено по закону, меня судят, дадут срок и так далее. Ну, будет обычная процедура. Но пусть процедура будет именно обычной, а не какой-то особой, специально для меня придуманной. Вот единственное, о чем я прошу, что пусть меня судят по обычным российским законам, как и любого гражданина. Не по каким-то особому порядку, что в отношении меня можно высказывать любые. Вот для тебя позволят себе такое высказывание в отношении кого бы то ни было из указанных лиц. Меня бы вообще, я не знаю, завтра же распяли публично, обвинили бы то, а в куче статьи нашли в Уголовном кодексе, в котором бы я получил сто лет. Да какой сто там? Миллион. А эти люди совершенно спокойно высказывают, уверены в своей безнаказанности, уверены, что им это можно, что это нормально совершенно. Я не понимаю просто происходящего, что как в таком правовом государстве такие вещи могут происходить. По-моему, это совершенно недопустимо. Владимир Владимирович, я надеюсь, вы разберетесь в ситуации и, так сказать, что подобные вещи в будущем все-таки прекратятся в отношении меня. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...